Жанр анекдотов в политической риторике используется довольно часто. Обычно анекдот идет в ход тогда, когда нужно проиллюстрировать или подтвердить какую-то мысль. Российский президент Владимир Путин за все время своего нахождения у власти уже накопил настоящую коллекцию анекдотов. У власти он уже так долго, что некоторые из них стали повторяться. Например, Путин дважды шутил про половые органы бабушки. Первый раз в июне 2006 года, когда комментировал возможные санкции против Ирана. А второй раз, когда говорил о том, что будет, если курс доллара преодолеет отметку в 41 рубль. Если бы у бабушки были половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить, ответил президент России на вопрос журналиста. Международную ситуацию Путин оценивал с помощью анекдота про коньяк и клопов. Пессимист нюхает коньяк и говорит, что клопами пахнет. А оптимист ловит клопа и говорит, что он коньячком попахивает. А на совещании в Челябинске, требуя привести в порядок места отдыха горожан, Путин как-то сказал. Именно в таких местах, как Челябинский пляж, рождаются подобные шутки. «Гриша, иди купаться». «Мама, зачем? Плавать я не умею, а писать пока не хочу». Иногда Путин не рассказывает анекдот, а только на него намекает. На одной из пресс-конференций ему напомнили высказывание президента Польши Александра Квасневского о том, что для США лучше Россия без Украины, чем Россия с Украиной. Путин в ответ посоветовал Квасневскому «О доме думать надо». Это финальная фраза из анекдота про Вовочку, которая спрашивает у мамы, о чем таком из трех букв чаще всего думает женщина. А когда мама дает ему подзатыльник, папа произносит «О доме надо думать». Такую слабость к жанру анекдота питает мало кто из мировых лидеров. Сравниться с Путиным может разве что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Правда, его анекдоты славят со своей неполиткорректностью. Например, однажды в Риме Берлускони рассказал анекдот о еврее, который за деньги помогает другим евреям укрываться от нацистов, скрывая от них, что война давно кончилась. Официальная газета «Ватикана» о Сарваторе Романо назвала шутку Берлускони постыдной и заявила, что он оскорбил память о шести миллионах жертв Холокоста. Впрочем, господин Берлускони не лишен способности к самокритике. Вот еще один его анекдот. Летят в самолете Барак Обама, Берлускони, Папа Римский и его молодой помощник. Вдруг самолет терпит крушение, а на борту всего три парашюта. Обама хватает первый парашют со словами «Я самый могущественный» и прыгает. Берлускони «Я самый умный человек Европы» берет второй парашют и тоже прыгает. Папа Римский обращается тогда к своему помощнику. «Я стар, а ты молод, возьми парашют», на что юноша отвечает. «Да не нужно, у нас два парашюта. Самый умный человек Европы взял мой рюкзак». А вот американский президент Дональд Трамп анекдотов не рассказывает. Может быть, потому что в Твиттере с этим жанром не развернешься. Зато можно предположить, какие анекдоты он любит слушать. Российский сатирик Владимир Винокур несколько лет назад поделился впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом. Это произошло на одном из международных конкурсов красоты еще в то время, когда Трамп не был президентом. Винокур утверждает, что Трамп очень смеялся над анекдотом о семье, в которой все мужчины были гинекологами, потому что не могли насмотреться. Белорусский лидер Александр Лукашенко признается, что плохо запоминает анекдоты. Что, впрочем, не мешает ему иногда пытаться их рассказывать. В интервью Ксении Собчак он комментировал вероятность украинского сценария в Беларуси и рассказал такой анекдот. Говорят, что Лукашенко хочет захватить Кремль или Москву. А его собеседник говорит, и как, у него же там одна дивизия, как он его захватит. Но пока дойдет до Москвы, неизвестно, сколько у него их будет. После этого Лукашенко переспросил, Ксюша, вы не испугались? Впрочем, самый редкий дар политика — это не рассказать анекдот, большинство из них неоригинально, а придумать анекдот самому. Пожалуй, ни один из современных лидеров этой способностью не обладает. Сочинять анекдоты мог разве что бывший российский премьер Виктор Черномырдин. Причем все они до сих пор актуальны и подходят к любой ситуации. Взять хотя бы недавние российские выборы. Некоторые думают, что после выборов что-то будет, говорил Черномырдин. А после выборов не будет ничего. И это жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова